Библейский портал экзегет.ру представляет Наш путешествие по книге Левит продолжается третья глава в переводе российского библейского общества для библейского портала экзегет. Я сказал путешествие, но вот путешествие это когда видишь много новых интересных мест. А в книге Левит жертвоприношения сплошные, больше ничего почти и нет. Но есть некоторые вещи, мы до них доберемся, а пока сплошные жертвоприношения. Но мы говорим о тех принципах, которые заложены в описании этих жертвоприношений. Поэтому это путешествие, мне кажется, довольно интересно. Итак, смотрите, первая глава про то, как совершать все сожжения, которые целиком Богу. Вторая – хлебное приношение мяса и хлеб, два основных продукта, которыми питаются кочевники. И сраильтяне пока кочевники. И хлебная жертва идет уже священнику. А что же идет с жертвователем? Он что, чужой на этом празднике жизни? Человек, который приносит жертву, ничего от нее не получает? Получают. Третья глава. Если кто-то приносит пиршественную жертву из крупного скота, быка или корову, что такое пиршественная жертва, ну или мирная жертва в синодальном переводе, но мирная жертва по-русски звучит довольно плохо. Это там из-за войны и мирная жертва, то есть мирное население, которое погибает. Это не то. Имеется в виду жертва, которая символизирует мир. По-еврейски зевах шеламим или шалом, шеламим – это форма этого же слова. Можно его понять еще как полнота, как благополучие, изобилие. Вот когда все хорошо, жертва всесожжения – это когда надо что-то отдать Богу, а жертва пиршественная – когда все хорошо и хочется сказать ему спасибо и пригласить его за свой стол на трапезу. Это можно сделать. Правда здорово. Если кто-то приносит пиршественную жертву из крупного скота, быка или корову, то пусть он возьмет животное без изъянов и поставит его пред Господом. Пусть он возложит руку на голову жертвы и зарежет эту жертву у входа в шатер встречи. А священники, потомки Аарона, пусть со всех сторон окропят жертвенника кровью. Пока что все полностью совпадает с жертвами всесожжения. То есть, смотрите, идет ли жертва Богу целиком или что-то получает сам жертвователь, правила одни. Это все равно жертва Богу. Но тогда зачем это повторять? Ну, во-первых, для того, чтобы все было в одном месте, вот инструкция про пиршественную жертву, она была бы полной. С другой стороны, может быть, это повторение, с нашей точки зрения, иногда излишнее. Оно подчеркивает единообразие вот этих требований, да? То есть, не каждый раз что-то свое, а вот все абсолютно так же. Из пиршественной жертвы нужно отдать дар Господу жир, покрывающий внутренность, и весь жир, что рядом, обе почки и тот жир, что на них, у бедер, а также отросток печени. Его нужно извлечь вместе с почками. То есть, совсем не так много. Ну, жир тогда считался все-таки очень ценным продуктом. Может быть, сегодня, наоборот, люди предпочитают мясо без жира, да? Тогда это была ценность, когда еды очень часто не хватало. Ну, и почки с кусочком печени – это явно такие вкусные продукты, да? Не ливерная колбаса из остатков, а это вот что-то такое, что деликатес в кухне, да? Как раз вот печень я, например, очень люблю, и мне кажется, это гораздо вкуснее, чем просто мясо. Но вместе с тем это совсем немного. То есть, Богу опять отдается лучшее и наиболее ценное, но все остальное-то остается. Смотрите, значит, и пусть потомки Аарона сожгут все это на жертвенники. Вместе с жертвой всесожжения, который лежит на горячих дровах, это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Те же самые слова, которые были про жертву всесожжения. Значит, Богу все равно сжигают ли ему целого быка или только почки с кусочком печени и жиром? Получается, да. То есть, у человека есть богатая свобода выбора. Он может очень по-разному это делать. Если же кто приносит первенческую жертву из мелкого скота, самца или самку, про жертву всесожжения этого не было, что можно самку. А мелкие скоты, соответственно, бараны, ну и овцы, козлы и козы. То пусть он приведет животное без изъянов. Если он приносит жертву барана, то пусть поставит его пред Господом, затем возложит руку на голову жертвы и зарежет эту жертву пред шатром встречи. То же самое, что с жертвой всесожжения. Там то, что человек кладет руку на голову, он отождествляет себя с этим животным и говорит Богу, я отдаю свою жизнь, но вот сейчас ее заменяю жизнью этого барашка. И пусть потомки Ароны со всех сторон окропят жертву не кровью. Испиршественной жертве нужно отдать дар Господу жир. Весь курдюк его нужно срезать по самый копчик. Жир, покрывающий внутренности, и весь жир, что рядом. До сих пор, кстати, курдючный жир барани на рынке продается обычно у людей из Средней Азии, из Северного Кавказа, как особо ценный некий продукт. Вот Богу его отдается. И весь жир, что рядом, обе почки, и тот жир, что на них, у бедер, а также отросток печени, его нужно извлечь вместе с почками. То есть принцип тот же самый, только еще курдюк, потому что баранов он ценный. По священник сожжет все это на жертвенники. Это дар, пища для Господа. Если кто-то приносит жертву козла, ну, видимо, и козу, да, потому что самки тоже могут быть, то пусть поставит его пред Господом, затем возложит руку на его голову и зарежет его перед шатром встречи. Вновь та же самая схема. И пусть потомки Аарона со всех сторон окропят жертвенник кровью. Нужно отдать дар Господу жир, покрывающий внутренности, и весь жир, что рядом, обе почки, и тот жир, что на них, у бедер, а также отросток печени, его нужно извлечь вместе с почками. «Пусть священник сожжет все это на жертвеннике. Это дар, пища для Господа, дым приятный ему». Здесь даже вот слово «пища» появляется, чего не было до першественной жертвы. Почему? Дальше у нас он так часто не будет повторяться. До сих пор был только дар Господа, благоуханный дым, приятный ему. Почему здесь появляется пища Господа? То, что они действительно верили, что Господь ест этот дым? Ну вот мы едим мясо, а Господь ест дым, который от Жаркова поднимается. Ну какое-то очень примитивное отношение к Богу. Да нет, просто першественная жертва – это, собственно говоря, баран, которого режут, жарят и едят. Но делиться с Богом – это его доля. Это то угощение, которое ты отдаешь ему. То есть, хочешь праздновать – приглашай Бога за свой стол. Вот простые правила, как это сделать. «Весь жир принадлежит Господу. Вот вам предписание навеки, соблюдайте его из рода в род, где бы вы ни жили, не употребляя в пищу ни жир, ни кровь». Вот, казалось бы, самое простое. То есть, как вот людям объяснить, что часть того, что они едят, на самом деле отдается Богу. Делать какие-то сложные описания, но не поймут этого кочевники. А вот очень простой принцип – жир и кровь – вот они Божьи, все остальное можно есть. И действительно, это, судя по всему, работает. Причем даже вот здесь назван не весь жир, потому что в теле барана, естественно, много жира, ну а только такие наиболее очевидные жирные части. Но хорошо, пока все так вот здорово. Пока такие ситуации, когда жертвователь либо все отдает Богу, либо приглашает его за свой стол. А если что-то пошло не так? Об этом 4 глава. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok